Салам алейкум Дагестан, доброго вечера всем кто смотрит РГВК и доброго времени суток тем кто видит нас в повторе или же в интернет версии в эфире 72 выпуск проекта колеса передачи про автомобили дороги дорожные происшествия и все что с этим связано на виду этот проект я Ахмед Газиев постепенно мы подобрались к середине октября что означает дожди и хмурые дни и погода для ветровок авто и курток по мнению многих водителей как только начинаются какие-либо перемены погоды у водителей пешеходов начинается очень странная манера поведения на дороге как повлияло все вышеперечисленное на статистику дтп вам предстоит узнать прямо сейчас внимание на экран в результате наезда в Карабудахкенском районе погиб местный житель 7 октября 2022 года приблизительно в 19.00 на третьем километре автодороги манас сергакала в карабудахкенском районе 36-летний житель махачкалы управляя автомобилем вас 21 140 совершил наезд на мужчину переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода в результате дтп пешеход 68-летний местный житель от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия по данному факту собран материал для принятия процессуального решения еще одна трагедия произошла в кизельюртовском районе в результате наезда погиб мужчина пешеход на 760 километре федеральной автодороги кавказ в кизельюртовском районе 44-летний житель хасавюрта управляя автомобилем лада приора совершил наезд на 64-летнего жителя кизельюрта переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода в результате дтп мужчина от полученных тяжких травм скончался на месте происшествия по данному факту собран материал для принятия процессуального решения в автоаварии в ногайском районе один человек погиб и один человек пострадал на 36 километре автодороги кочубей минеральные воды в ногайском районе 44-летний житель ставропольского края управляя автомобилем газ а 21 р 32 при совершении обгона выехал на полосу предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем газ 3302 под управлением 57-летнего жителя махачкалы в результате дтп водитель газ а 21 р 32 от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия водитель газ 3302 с различными травмами доставлен в больницу по данному факту собран материал для принятия процессуального решения в кизлярском районе в результате дтп пострадали пять человек на 510 километре автодороги ставрополь прохладный мосток кизляр крайновка кизлярском районе 24-летняя местная жительница управляя автомобилем вас 21703 при совершении обгона выехал на полосу предназначенную для встречного движения и столкнулась автомобилем лада приора под управлением 40-летнего жителя кизлярского района в результате дтп водителя обоих транспортных средств и пассажиры вас 21703 местные жительницы 28 35 и 44 года с различными телесными повреждениями доставлены больницу по данному факту собран материал для принятия процессуального решения 17-летний житель на влакского района пострадал в результате дтп 4 октября 2022 года приблизительно в 0030 в хасавюрте на пересечении проспекта имама шамиля и улицы 8 марта 41-летний житель управляя автомобилем бмв 520 двигаясь по второстепенной дороге при повороте налево не успел дорогу транспортному средству движущемуся по главной дороге и столкнулся со скутером под управлением 17-летнего жителя на влакского района в результате дтп водитель скутера с различными телесными повреждениями доставлен и госпитализирован в больницу по данному факту собран материал для принятия процессуального решения ну а мы призываем вас быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения пока нам есть из чего собирать статистику дтп получительная часть нашего проекта будет актуально а потому не могу не представить вашему вниманию подборку автомобильных аварий на дорогах нашей необъятной смотрим и делаем выводы а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 29 сентября 2022 года в России, в музее гаража особого назначения ФСО России, состоялась премьера кроссовера-долгостроя «Аурус Канендант», первый прототип которого был показан в 2019-м. Представительская модель получила название в честь комендантской башни Московского Кремля и имеет строгий дизайн экстерьера в стиле ранее представленного седана «Сенат». При этом кузовные панели в передней части кроссовера все-таки оригинальные, плюс «Аурус Канендант» имеет собственные фары и капот. По умолчанию, вседорожник поставлен на 20-дюймовые колеса. Что касается внутреннего убранства, то передняя панель, приборка, руль классический селектор АКПП, ряд кнопок и рукоят здесь опять-таки унифицированы с упомянутым седаном. Салон кроссовера «Аурус Канендант» отделан дорогими материалами, среди которых натуральная кожа и деревянный шпон. Он имеет строго два ряда сидений, причем сзади может быть установлен как традиционный трехместный диван, так и раздельные кресла с электроприводом. Второй вариант компоновки подразумевает наличие сзади массивного центрального бокса с раскладными столиками. Сложить сидения второго ряда при этом нельзя ни у одной версии, так что увеличить объем багажника не получится. Сообщается, что для авто предложат 9 вариантов окраски кузова и 7 цветных схем для оформления интерьера. Плюс клиентам предоставится возможность персонализировать заказанные машины. Новый «Аурус Канендант» 2022 построен на единой модульной платформе EMP, на которой базируются седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». В семействе он является самой компактной моделью, если так можно сказать про автомобиль, длиной 5380 мм, 252 мм по сравнению с четырехдверкой. В ширину вседорожник достигает 2004 мм, в высоту 1820 мм, плюс 131 мм, а его колесная база заявлена на уровне 3100 мм, минус 200 мм. Объем багажника не афишируется, подвеска «Коменданта» пневматическая, в то время как все другие «Аурусы» имеют пружинную. По умолчанию дорожный просвет равен 230 мм, но его можно либо занизить до 215 мм, либо приподнять до 260 мм. А вот гибридная силовая установка на «Аурус» «Комендант» 2022 года стандартная. В ее состав входит 4,4-литровый бензиновый мотор «Хами» V8 с парой турбин. Он работает на АИ-98, имеет непосредственный впрыск и выдает 598 л.с. 880 Нм. В связке с ним идет 9-скоростной автомат, в который встроен синхронный электромотор, мощностью 63 л.с., хотя номинальная отдача всего 38 сил. Интересно, что передачу можно переключать вручную с помощью подрулевых лепестков. В отличие от соплатформенного седана, литий-ионная тяговая батарея фирмы Inertek на кроссовере установлена не в заднем свесе, а над задней осью. Она имеет емкость 16 Ач и работает с напряжением 220-361 В. Трансмиссия по умолчанию полноприводная с цепью в раздатке и электроуправляемой муфтой для подключения передней оси. Из переднего оснащения стоит отметить наличие вентилируемых тормозов по кругу и гидроусилителя руля. По техпаспорту в снаряженном состоянии авто весит 3235 кг, а его разрешенная полная масса максимально разрешенной для литковой категории 3900-3495 кг. Грузоподъемность небольшая – 260 кг. Буксировка прицепов и вовсе не предусмотрена. Заметим, что за умной электроникой для Аурус Комендант заявлена автоматизированная система помощи водителю ADAS, которая представляет собой автопилот начального уровня. Внедорожник встанет на конвейер завода в Елабуге в начале 2023-го. Ожидаемая локализация модели в районе 70%. Столь высокий показатель в условиях западных санкций якобы обеспечит многочисленные российские поставщики и партнеры из дружественных стран. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 5000 машин ежегодно, так что массовой модель не станет. Да и ценник к этому не располагает. Стоимость Аурус Комендант начинается от 33,7 миллионов рублей, что несколько дешевле седана от 38,3 миллионов рублей. Пришло время вновь погрузиться в мир автомобилестроения, узнать чуть больше о принципах работы и функционирования наших с вами железных коней. Внимание на экран. Учитывая, что в России недавно разрешили снова выпускать новые автомобили стандарта Евро 0, ответов много. Но главное звучит так. При всей архаичности конструкции шкворневая подвеска еще не ушла в архив технических решений и по дорогам до сих пор ездят автомобили с ней. То есть шкворни ближе, чем кажется. Например, их до сих пор используют в большинстве грузовых автомобилей и на некоторых внедорожниках. Например, классические шкворни есть и в Газели Бизнес, и в Газели Некст, и в УАЗах от 469 до Патриота. Впрочем, на полноприводных машинах в передней подвеске стоят по два шаровых шкворни с каждой стороны. Цельные мешают поставить привод переднего колеса. Поэтому похожие на УАЗовские разрезанные шкворни стояли на Тойота Лэнд Крузер 80 и на Ниссан Патрул У61 и на некоторых других классических внедорожниках. Но это немного не те шкворни, которые нас интересуют, слишком сложные. Наши родные шкворни – это цельные шкворни заднеприводных Волк и Газелей, которые до сих пор бегают по нашим дорогам. В более современном понятии шкворень – это деталь подвески, которая соединяет поворотные механизмы, в частности, управляемое колесо и его балку. Ну а с точки зрения техники – это простой шарнирный стержень, обычно из легированной стали. Да, жизнь шкворни тяжела и незавидна. Ему ведь приходится не только обеспечивать поворот колеса, но и принимать все его нагрузки, как продольные, так и поперечные. А это подразумевает и удары от ям, и боковые нагрузки в поворотах, и все пуче, что выпадает на долю колеса. Кроме того, само расположение шкворня намекает на то, что легко ему быть не может. Здесь постоянно есть и дорожная пыль, и грязь, и вода, если ездить по лужам и просто мокрым дорогам. Последнее особенно важно, потому что конструкция шкворня не герметична, и если вместо хорошей смазки вокруг стержня образуется абразив из песка, грязи и воды, он довольно быстро погибает. Впрочем, и без воды смазка в нем стареет довольно быстро, поэтому требует очень частой замены. А так как меняют ее обычно с помощью шприца, то и процесс называют шприцеванием. Однако, стоит отметить, что поколение, выросшее в гармонии со шкворнями легковых и грузовых газов, очень скептически отнеслось к появлению первых шаровых опор. Мол, такого запаса прочности у шаровых нет, так что все это мракобесие и попытка сделать все намного хуже. Действительно, сломать шкворень способен только феноменальной дури, обладающей небывалой силой. Кроме того, шкворень можно было угробить огромным люфтом, при котором управляемое колесо начинало жить своей жизнью, но оно при этом не отваливалось от машины. А вот шаровые опоры вазовской классики действительно могли подкачать. Бывало их вырывало, отчего машина подворачивала лапку и теряла остатки репутации. Глядя на такие жигули, суровые владельцы Волк ухмылялись и лезли шприцевать подвеску. Любая смазка с годами впитывает грязь, густеет и напрочь забивает все каналы, после чего задавить туда порцию чистой смазки уже невозможно. Что делать в таком случае? Рецептов много и все они могут помочь. Можно попытаться нагреть узел, можно постараться залить туда шприцем хотя бы немного керосина или все забрызгать в ВД-40. Все это иногда может сработать, но в самых запущенных случаях узел, конечно, придется разбирать. Чтобы не довести дело до такого исхода, шприцевать шкворни нужно регулярно. Что понимать под словом регулярно, единого мнения нет. Теоретически для газели регламент подразумевает делать это каждые 15 тысяч километров. Но опытные газелеводы рекомендуют шприцевать каждые тысяч пять-восемь. А вот владельцы Волк зачастую делают это чаще. Каждую тысячу две километров летом и хотя бы один раз зимой. И на всякий случай каждый раз после катания по глубоким лужам. А совсем идеально каждый раз после дождя. Но это уже больше похоже на фанатизм. Хотя, наверное, такой фанатизм все же лучше, чем менять шкворни каждый сезон. А напоследок лайфхак. Если лень регулярно ползать под Волгой, можно вместо пресс-масленок вкрутить шланги, вывести их под капот и там закрепить любым удобным способом. Тогда останется лишь периодически заливать в них шприцем какое-нибудь достаточно жидкое масло. Например, тот же ТАТ-17. И этого будет достаточно. Вот только подойдет этот способ лишь тем, кто не боится вносить изменения в конструкцию автомобиля. И предпочитает именно жидкое масло, а не консистентную смазку. Насколько бы простым и очевидным нам не казался ответ на вопрос, мы никогда не можем предугадать реакцию и мнение наших с вами сограждан. Оттого мой любимый жанр в соцопросе и становится столь интересным. Смотрим и удивляемся. Сами же водители виноваты, я так думаю. Нет, конечно, и состояние дорог очень плохое, дороги плохие, но и водители у нас такие очень неаккуратные, да, ездят неаккуратно. Я думаю, так, причина в этом. Водители, молодежь, да, и выпившие. Виноват, кто водитель, наверное. Лично за руку сесть, руку крутит. А права нету, права купил и поехал. Вот почему люди умирают. Ну, водители, я считаю, потому что они следят за дорогой. Сам молодежи. Как вам сказать, кто виноват? Здесь виноваты сами водители и сами пешеходы. Сами люди не знают. Покупают права. Водители, конечно, пассажиры. Пассажиры почему-то. Ну, в основном, в частности, виноваты водители, конечно, которые думают, что они хорошие гонщики, которые думают, что... В основном те даже, у которых чувствуют себя безнаказанно, у которых много связи, к примеру. Ну, в основном, и головари этого вопроса, это, конечно, выпившие люди, которые вообще думают. Я хотя не знаю вообще, о чем они думают, садятся за руль в таком состоянии. Ну, благодаря им, конечно, происходят аварии, выполняют опасные маневры или что. Ну, короче, там уже все понятно. Потому что водители ездят так. Глупость. Глупость. Не задумываются, что о последствиях. В основном молодежь. Потому что машины вышли скоростные. Раньше такого не было. Машина бы долго разгонялась. А сейчас нажимаешь на педаль. На педаль жмешь, и еще хочется. Настало время улыбнуться и слегка посмеяться. В конце концов, именно для этого у нас на очереди подборка нелепых, курьезных, а иногда и просто глупых ситуаций на дорогах. Смотрим и улыбаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Знаете, это замечательная практика, я думаю, нам, наверное, тоже стоило бы перенять эту практику у Парижа, потому что, как мы уже сказали с вами ранее, в городе огромное количество автомобилей, с каждым годом их становится все больше и больше, соответственно, в городе растет напряженность, трафик растет, негде припарковаться, я считаю, что такая мера, скорее всего, спасла бы город от пробок и от загазованности. Но давайте еще учтем тот момент, кто такие французы и какой у них менталитет, и кто такие дагестанцы и какой менталитет у дагестанцев. Они бы купили, думаете, просто дополнительную пару номеров? Я об этом, кстати, не думал, вы мне сейчас подсказали эту идею, но, скорее всего, так и произошло бы, и это один из способов, как они решили бы эту проблему. Прежде всего, европейцы, наверное, более склонны к соблюдению каких-то правил, чем кавказцы. Кавказцы в этом плане все-таки немного нигилисты, но вынужден сказать, что в этом плане тоже немного лучше сейчас у нас становится, потому что люди все больше и больше соблюдают правил дорожного движения, но все еще далеко от идеала. Мы с вами ездили, ну, вне камеры много раз, мы с вами какими коллегами, и это все, я знаю, что вы пристегиваетесь. На меня, когда я прошу пассажиров пристегнуться, иногда смотрят, как на инопланетянина. Что в Махачкале пристегнуться? Бывает такое у вас? И ваш круг общения уже выгрессирован на это. Я обычно очень редко сажаю людей в свой автомобиль, но чаще всего те, кто садятся в мой автомобиль, я им говорю, чтобы они пристегнулись, а многие даже пристегиваются сами. Но у нас, к сожалению, многие люди недооценивают важность пристегивания ремня и насколько это сокращает вероятность того, что в случае ДТП вы сильно пострадаете. А, кстати, не факт. Знаете, есть такая практика, вернее, даже статистика, в начале нулевых, когда как раз в Америке научили всех таким жестко пристегиваться, вы не поверите, но количество мелких ДТП возросло. Потому что люди почувствовали безопасность пристегнутого и стали ездить чуть более нагло. Как думаете, если наши люди вот так жестко начнут пристегиваться, они почувствуют себя в безопасности, и будет такая же история? Я вам отвечу так. Наши люди будут водить нагло в любом случае. Будут они пристегнуты или нет, это, мне кажется, ничего не меняет. В данном случае сам факт того, что пристегнутый ремень может вас спасти, это уже хорошо. А что будет с ними дальше, как это будет происходить при ДТП, я не могу ничего сказать. Ну, молодцы, ребята. Конечно, дошли до середины пешеходки, мы посмотрели, что красные вернулись. Да. Мы с вами сейчас доезжаем до троллейбусного кольца, сейчас поедем по улице Казбекова, сейчас это Магомед Тагирова, и посмотрим, как обстоят дела там. Там, кстати, тоже дорога, скажем так, не самого лучшего качества, и вы сейчас все это увидите. Не то, чтобы я ставлю перед собой цель показать минусы города. Ну, тут по какой дороге не поезжай, все печально. Единственное, по-моему, Примакова, которая действительно недавно поставила, это моя любимая, мне кажется, улица в Груде, там недавно постели на сфальт, и там еще не успели ужас превратить эту дорогу. Да, раз уж мы заговорили о реконструкции улиц, раз уж мы не попали на эту улицу Каркмасова, наверное, все-таки стоит сейчас сказать, да. На самом деле улицу Каркмасова отреконструировали красиво, тут сказать нечего. Второй вопрос о том, насколько это удобно. Удобно это лишь для пешеходов. Да, опять на красный прошли. Неудобно для автовладельцев. До этой реконструкции, пока не сузили проезжую часть, город и так утопал в диких пробках. После этой реконструкции ситуация только усугубилась. Почему администрация города больше заботится, я не знаю, о пешеходах, а не о автовладельцах, я не понимаю. Хотя, опять-таки, вернемся к тому, что у нас очень много автомобилей в городе. Как будто бы больше, чем у пешеходов. Говоря, в целом, я за данную реконструкцию или против, если уж поставить там вопрос с ребром, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что, несмотря на то, что у меня есть автомобиль, я очень часто езжу за рулем и очень часто проезжаю именно по этой улице, я также очень много хожу пешком, я люблю ходить пешком. И честно, теперь улица Каркмасова для меня одно из любимых мест, где я могу прогуляться. Ну, смотрите, к визуалу, и так ни у кого не было, но это, безусловно, пешеходы, возможно, доводят. Но одно дело сделать кому-то приятным, и совсем другое сделать красивый визуал, за счет того, что город начнет добавить еще больше пробок. Вы не можете жертвовать практичностью ради красоты. Это, ну, просто противоречит каким-то законам и логике. Ну, это почти, да, то же самое, что я сказал, что у нас почему-то люди в городе, люди, когда я говорю, я имею в виду работники администрации, не подумали о том, что нельзя центр города реконструировать таким образом, что проезжая часть сузится сильно. Это центр города. Почти все маршрутные такси этого города проезжают через эту улицу. Все потому, что там главный вуз, там почти все его факультеты, там рынок, там ЦУМ, и так или иначе, почти все автобусы проезжают через эту улицу. Почему-то... Более того, там пролегает маршрут, по-моему, как минимум одного метана, одного из маршрутов автобусов метан там пролегает, как бы, а это огромный автобус, широкий, длинный, на узенькой улице. Сам факт заезда туда метана уже обозначает пробок. Ну, кроме метана, там сейчас ездит еще и троллейбусы. Первое время после реконструкции троллейбусы не ездили, потому что они сняли провода, по которым они двигались. Сейчас они вернули на место эти провода, и автобусы, и троллейбусы уже по ним двигаются. Мало того, что там метана, так еще и троллейбусов. Плюс ко всему, раньше между остановкой, где собираются маршрутки, и ЦУМом, была пешеходная линия, где люди могли переходить дорогу, и светофор. Сейчас ее там нет. И люди перебегают дорогу на свой страх и риск, рискуя своим здоровьем, да, и жизнью. Но почему по сей день там не появилась пешеходная линия, я не знаю. А это по каким-то правилам разметки, потому что нельзя ставить пешеходки в каком-то расстоянии? У нас в городе много чего нельзя, но разве это кого-то беспокоит? Тоже, верно. И также, наверное, стоит сказать о том, что достаточное количество дорожных знаков у нас в городе расставлены некорректно. Абсолютно. Это отдельный вид искусства. Наши знания, у меня ощущение, что их ставят не каким-то законом, а есть какой-то художник, деятель искусства. Он так видит. Я так вижу, мне кажется, что вот этот знак красиво будет смотреться здесь. При том, что я не знаю, замечали вы или нет, когда едешь по проспекту Расулла Камзатова, именно с той стороны, где находятся рестораны, веранда, жасмин и так далее, там есть парковочные места, кармашки, скажем так, и именно рядом с ними почему-то стоят знаки, что остановка запрещена, парковка запрещена. Ходят слухи, что эти знаки были поставлены в бытность правления Рамазана Абдулатипова для того, чтобы как-то обезопасить его кортеж. Рамазан Абдулатипова здесь давно уже нет, а знаки почему-то эти никто не снимает. Этот кортеж-то остался? Просто он теперь не Рамазан Абдулатипова. Ну, я не думаю, что все так боятся, как Рамазан Абдулатипова. Ну, в общем, не об этом. Не о том. Есть кармашки для парковки, но там почему-то парковаться нельзя. Что делать людям, которые приходят в ресторан и поесть, тоже отдельный вопрос для обсуждения, ответ на который я, скорее всего, не найду. Я не знаю, я, наверное, скажу, как человек, который редко будет по ресторанам поесть. Мне их не жалко, нечего есть в рабочее время, сидите, работайте. Так речь же идет не только о рабочем времени, даже ночью. Знаки же ночью никто не убирает, они там круглые сутки, круглый год. И то верно. Это, знаете, дело в том, что проехать по Ленина, скорее всего, тоже, опять-таки, к вопросу о практичности. Проехать по Ленина нам, наверное, приоритетнее и важнее, чем остановиться, парить человек, поесть и все прочее. Плюс там есть, я знаю, в каком районе вы говорите, там есть остановка. Опять-таки, я повторюсь, там есть кармашки для парковки. Если автомобиль там припаркуется, он никому не помешает проехать мимо. Почему так происходит, опять-таки, не знаю. Очень много было проведено мною ток-шоу, где одной из главных тем как раз была организация дорожного движения Мухачкале. И почему у нас, в принципе, все так происходит. Меня достаточно удивили вопросы некоторых студентов и ответы их в том числе. Честно говоря, многие из них, особенно мужская половина, почему-то не видела ничего плохого в том, что люди нарушают правила дорожного движения. А, это вопрос системы координат. Они просто не видели и не знают, каково это ездить по правилам дорожного движения. Их, какими бы их дяди, отцы, дедушки, кто их там научил в семье водить, не были приличными людьми, они тоже нарушают, наверняка, как и я, как и вы, потому что в этом городе нельзя проехать, не нарушив. Мы не призываем ни в коем случае к нарушению правил дорожного движения, как сказали с самого начала. Но зачастую, если припаркован во вторую, в третий ряд человек, если человек оставил во втором, в третьем ряду припаркованную машину, мы не можем проехать, мы не можем стоять, приходится пресекать правильную сплошную. Да, мы обижаем препятствия, да, это не совсем нарушение правил дорожного движения, но мы тем самым мешаем людям по встречной полосе проехать. Но вызывают какие-то проблемы, пробки, коллапсы, додорожные. Ну, я с вами в этом плане согласен, просто чаще всего люди в этих нарушениях узнают себя. И поэтому, скорее всего, они не могут осуждать таких же нарушителей правил дорожного движения. Ну, знаете, единственный плюс, наверное, в такой ситуации, то, что люди хотя бы не лицемерят. Хотя, кому от этого легче? ДТП у нас в таком же количестве, как были, только растут, и, к сожалению, есть даже смерти. Более того, это по статистике, да, 7-10 погибших в хорошей неделе. Да, опять-таки, заметим, как вы сказали, хорошая неделя, к сожалению, это считается хорошей неделей. Ну, вот мы сейчас с вами едем по улице Орджоникидзе. Сейчас, насколько я знаю, это улица Кадырова. Ее отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги», которая, кстати, среди всех регионов Северного Кавказа, только единственный Дагестан вошел в эту программу. Это, конечно, хорошо, но обратите внимание, как ее отреконструировали. Конечно, качества асфальта, так или иначе, вопросов почти нет, более-менее сносно его сделали. Но все люки, так или иначе, или выше дорожного полотна, или ниже, или вон яму мы сейчас проехали, уже испортилась дорога. Плюс ко всему, когда ее реконструировали, почему-то не предусмотрели практически ни одного стока. Наверное, люди надеялись на то, люди, те, кто строили, что эта дорога с уклоном и так все стечет. Ну, извините, вы не забыли, что мы в Махачкале, а они в Амстердаме или в Германии, где люк прям вровень миллиметр с асфальтом? Слушайте, не обязательно ехать куда-то в Амстердам. Я так в 2000 году, наверное, в 2017 был в Баку, в Азербайджане. Там настолько идеальное дорожное полотно во всем городе, что каждый год почти в этом городе проводят гонки Формулы-1. А теперь, на секундочку, представьте, Формулы-1 в Махачкале. Это реально, как вы думаете? Я думаю, что это реально, но это будет что-то из... Это будет первая и последняя гонка этих автомобилей. Я думаю, что это будет что-то... Это либо будет очень комедия с черным юмором, либо это будет какой-то боевик экшен с кучей взрывов. И эти взрывы будут отнюдь не спецэффекты. Да. Мы очень часто ругаем дороги в нашей республике, говорим, что у нас все так плохо. А на самом деле, туристы, которые приезжают в Дагестан, многие говорят, что в Дагестане не самые плохие дороги. Есть регионы, в которых дороги гораздо хуже. К примеру, Пензенская область. Там дороги хуже оказываются. А тоже Владикавказ? Владикавказ... Нет, кстати, в Владикавказе дороги хорошие. Я там был. И дорога, ведущая в город, тоже... Наша с вами коллега тоже там была, найти бы подыху и жаловалась на дороге. Там в центре города очень много отреконструированных дорог. Там все с этим хорошо. Я не знаю, по каким дорогам наша коллега ездила. Но там в этом плане легче. Плюс ко всему, город намного просторнее, чем Махачкала. Там все так не застроено, как в Махачкале. Там еще хоть как-то соблюдают какие-то градостроительные нормы, которые, к сожалению, в Махачкале давно посланы далеко и подальше. И еще, я, наверное, не открою для многих секрет, но наш город называют город лежачих полицейских. Это на самом деле правда, потому что очень много лежачих полицейских в городе. И это обусловлено тем, что наши люди очень часто любят погонять на своих автомобилях. Здесь преимущественно очень узкие булочки. Они, в принципе-то, сами по себе такие. Говоря уже о том, что у нас тут любят парковаться, так по-барски. Какой автомобиль для езды по Махачкале подходит лучше всего, как думать? Это какой-то мини-купер, какая-нибудь маленькая божья коровка? Или это наоборот какой-нибудь внедорожник, который не почувствует все эти ямы, капловины и все прочее? Отвечая на ваш вопрос по поводу того, какой автомобиль удобен в городе, многие социологи и урбанисты приходят к единому мнению, что в больших городах, в мегаполисах, а Махачкала это все-таки мегаполис, будущее за малолитражками, за маленькими автомобилями, потому что они занимают мало места на дороге, в движении. В этих автомобилях они занимают также мало места на парковке, то есть очень легко припарковаться и все-таки поэтому социологи говорят, что будущее за малолитражками, я так считаю. И в этом плане я немного завидую моей коллеге, Лидия, привет тебе, которая водит автомобиль Peugeot 306, он очень маленький, комфортный и компактный. Как наш начальник называет? Цвета лака для ногтей. Ну, наверное, как-то так, да. И, кстати, малолитражка, ее можно залить, полный бак, и почти забыть про нее. Про то, что ее вообще нужно заправлять. Да. Но, то, что лопанисты считают, что будущее за малолитражками, конечно, здорово, но, про Махачкова понятно, но так или иначе не нужно забывать, что мы все-таки кавказцы и у нас очень сильно привязаны к нашим родственникам, бабушкам, дедушкам, дядям, тетям, которые живут в горах. Помимо того, что мы ездим по городу, нам нужно еще и периодически, бывает ездить нужно в горы, к нашим старшим. В горы поехать на малолитражке по хорошей дороге еще можно, если это не сильно высокогорное село. Ну, да. Когда касается действительно горных поездок, когда там дорог толком-то и нет, проехать на малолитражке, на Комне будет бежок 300 сет, тоже же, ну, судьба. Что самое универсальное, вот именно тогда для Дагестана, по Махачкале, понятно, вы сказали, малолитражки? Ну, понимаете, я сейчас высказал мнение социологов и урбанистов, что будущее за малолитражками. Но вы же сами понимаете, вот глядя на ситуацию в городе, что на самом деле на практике происходит абсолютно обратное. Вот внедорожник, вот еще один внедорожник, вон еще внедорожники отечественного производства. На самом деле наши люди очень любят большие машины и, я думаю, не совсем охотно пересаживаются на малолитражки. Поэтому, я думаю, в ближайшие лет 10 или 20, наверное, мы с такой проблемой не столкнемся, когда мы не будем знать, о чем же ехать нашим родственникам в горы. И на этой замечательной ноте хотелось бы закончить вашим пожеланием для всех водителей, пешеходов, выходящих на улицу. Знаете, наверное, я бы хотел обратиться абсолютно ко всем жителям этого города и не только этого города, а жителям... А вот зря, кстати, сабур это самое, что ни на есть, нужное нашим людям. Плюс ко всему, хотел бы, наверное, не пожелать, а попросить всех людей, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. И не важно, кто вы, водитель или пешеход. Скорее всего, от вашего поступка, от правильного или неправильного, может зависеть жизнь человека, а может и ваша собственная. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Все, спасибо большое на потраченное время. И вам спасибо. Ну а у меня на этом все. Вы смотрели 72-й выпуск проекта «Колеса и Велова». Я, Ахмед Газиев. Всем хорошей дороги и зеленых светофоров. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова